Ромашка это летний цветок, да? Посмотрите, какие у него красивые белые лепестки. Для ребят из детского дома номер один города Лепецка Ольга Саетова больше, чем воспитатель. Она и педагог, и вторая мама. Каждого и успокоит, и заинтересует. Вместе с ними Ольга Анатольевна сама впадает в детство. И так уже 11 лет. Для преподавателя русского языка и литературы работа в садике была экспериментом. Думала на время. Оказалось, дело всей жизни. Детский сад это то место, где и можно реализовать себя и как педагога творческий, и в то же время как человека. Наверное, научить чему-то доброму, хорошему, что ты сам умеешь. Добрая, красивая, хорошая. В этом году Ольгу Саетову назвали лучшим воспитателем региона. Призом за победу в областном конкурсе стали 80 тысяч рублей. А Максим Никифоров, преподаватель английского языка из гимназии номер 3 города Грязи, в этом году завоевал звание лучшего учителя региона. Победителю досталась премия «Четверть миллиона» и «Большой хрустальный пеликан». Для современного образования обязательно используем информационно-коммуникационных технологий, использование различных технологий здоровья сберегающих и так далее. Ну и, соответственно, кто лучше их на данный момент использует, применяет и может это показать, ну вот тот получает, так скажем, первый приз. А поэтому сказать, что я лучший учитель, я бы не сказал. Нет, вот на данный год я учитель года. Премии получили и одаренные дети. Полина Некрасова из гимназии 64 Липецка стала лучшей во Всероссийской олимпиаде по французскому языку. Признается, было непросто, но девушка нашла свою формулу успеха. Мне кажется, главное это уверенность в себе, нужно верить в себя до конца. Только так все получится, потому что там очень много людей, которые этим занимаются буквально с пеленок, очень много французов как таковых, у которых там один родитель русский, другой француз, и поэтому очень трудно верить в себя, когда такие соперники, ну нужно это делать. Свои секреты успеха лучшим из лучших раскрыл временно исполняющий обязанности главы региона Олег Королев. Главная ежедневная работа над собой. Умников и умниц он призвал не останавливаться на достигнутом. Каждый из вас обречен на счастье. И для него нужно всего лишь два условия. Постоянство работы над собою как базис. А фундамент, цель, все что угодно, это настрой на успех. И никогда не забывайте своих родителей, своих учителей, преподавателей, воспитателей, наставников, которые вкладывают в вас. Нет-нет, знания, не воспитание, а еще и душу и часть сердец. Всего в приеме приняли участие больше ста человек. Еще одним подарком для учеников и педагогов стали творческие номера. Ольга Бугакова, Дмитрий Кузнецов, Липецкое время.